Всем привет, с вами Галактики, и сегодня мы начинаем прохождение игры Анна 2070. Меня многие мои зрители просили, чтобы я поиграл в данную игрушку, потому что многим моим зрителям нравятся экономические стратегии, градостроительные стратегии. Вот, и я с удовольствием поиграюсь, потому что я когда-то давно, когда она только вышла, начал в неё играть, и кампанию я так и не прошёл. Кстати, вот я хочу как раз пройти кампанию здесь. У меня, как вы видите, стоит полная версия игры с дополнением глубоководья. Как вы видите, я не знаю, видите, вы, наверное, не видите, здесь нигде не написано об этом. Вот, и в кампании, к сожалению, этого контента мы не увидим, насколько я понимаю, его можно увидеть в непрерывной игре. Это у нас как режим песочницы своеобразный, где мы строимся, воюем, выбираем сами у себя карту, количество противников и так далее. Ну, и свободная игра. Есть также отдельные задания, насколько я понимаю, вот это вот отдельные задания из режима глубоководья. Ну, я могу и ошибаться. Чудо в опасности. Вот. Посмотрим. Здесь довольно много разнообразных заданий, миссий отдельных. Кампания тоже немаленькая. У нас компания делится на три главы в каждой. Ну, как минимум, вот я думаю, по четыре миссии. Может быть, даже в этих главах ещё больше будет. Посмотрим. Также есть многопользовательская игра. Есть ещё дополнительные задания. Есть мировые события. Это, насколько я понимаю, ну, я даже не знаю, как это дело работает, но написано, что мировые события, время действия этих заданий ограничено. То есть, как я понимаю, эти задания через время пропадут и появятся новые, да? Ну, как-то так, что ли? Вот. Также есть тут разнообразные голосования. На вас можно полностью положиться. Мне это нравится. Да, да, да. Отлично, давай я тебя чуть тише сделаю. Люди здесь еле сводят концы с концами. Слишком громкий какой-то, всё. Здесь даже есть чат. То есть, ну, для стратегии это, знаете ли, весьма и весьма необычно. Но в моём списке нет контактов. Это глобальный чат. Русский можно, да, переключить. Ага, понятно, в английский чатик нам зайти не дают. Вот. Голосование дает нам разнообразные бонусы. Но, как бы, глубже в эту систему я не вникал, на что влияет голосование. Мы, причём, где-то выбираем... Я рассматриваю своё назначение на пост президента мирового совета. Ладно, я, короче, не знаю толком, как всё это дело работает. Но все вот эти миссии, да, по прохождению мы получаем, открываем достижения, открываем новые портреты, да, для нашего, ну, для нашего профиля. Новые кораблики у нас появляются, новые цвета для отображения, да, во время игры. Новые бонусы мы получаем. То есть, ну, развитие у нас такое идёт, да, в зависимости от того, какие выборы мы делаем во время игры, кому из трёх фракций мы будем помогать. Так, как бы, фракция у нас и будет развиваться и давать нам определённые бонусы. Бонусов довольно много, это тоже, как бы, довольно интересная такая система. Ну, как для стратегии это весьма, мне кажется, похвально сделать такую комплексную игру, что ли, в которой довольно много контента. Вот, давайте мы начнём прохождение кампании, наконец-то, единственное, что мы сейчас, мы, кстати, можем даже проходить кампанию, да, как я понимаю, вместе с другими игроками, что ли. Было бы забавно. Ну, ладно, мы ещё, я, конечно же, этого делать не буду. Давайте мы послушаем видеоинструктаж, у нас, начнём первую кампанию, здание первое. И посмотрим видеоинструктаж вообще, в целом, к этой главе. Значит, это ваша помощь, так отчаянно требовалась кампании. Что ж, надеюсь, первое впечатление обманчивое и на что-то вы способны. Меня, кстати, зовут Тор Стринберг. Я отвечаю за то, чтобы Global Trust чётко уложилась в двухлетний план. Global Trust — это крупнейший мировой поставщик энергии. Наша сеть охватывает целые континенты, а здесь один из важнейших узлов. Месторождение нефти и угля, за которые я отвечаю, покрывают 18% ежемесячного спроса. И всё же штаб постоянно повышает запросы. Мы занимаемся модернизацией гидроэлектростанции на Платине, чтобы не отставать от огромного спроса на электричество. Инженеры изобрели инновационный высокопроизводительный модуль для турбин. И здесь вы можете нам пригодиться. Мы должны как можно скорее ввести новые турбины в строй. Иначе рискуем серьёзно отстать от двухлетнего плана. Всё, насколько я понимаю, больше он нам ничего рассказать не хочет. И это просто зацикленное видео дальше пойдёт, да? Ну хорошо, ладно, понятно. Миссия первая. После выполнения двухлетнего плана я наконец-то обрету заслуженный статус и уважение. Двухлетний план. Срочное поручение. Global Trust посылает вас на объект. Место назначения объект 13, где Тор... Тор. Я думал он тот. Ладно. Тор Стриндберг организует добычу ценного сырья для компании. Обстановка на объекте очень напряжённая, производство затормозилось и гидроэлектростанция обеспечивает слишком мало электричества. Несмотря на это, совет директоров Global Trust по-прежнему требует уложиться в двухлетний план. Хорошо. Нам ещё пишут, что в данной компании функции и материалы из дополнения глубоководия не будут работать. Ну, потому что их в компании не было, да? Хорошо, начинаем. Поехали, поехали, поехали. Загрузки у нас довольно долгие будут, да? Печально. Ну, ладно. Ну, да ладно. Ребята, вы не забывайте ставить лайки, если вы хотите увидеть полное прохождение, потому что чем больше лайков, чем больше просмотров, соответственно, тем больше у меня желания будет пройти полностью игру. Ковчег достиг заданных координат. А, вот и вы, наконец-то. Тор Стринберг. Мы уже встречались, так что в свете ситуации давайте обойдёмся без формальностей. Мы используем эти станции для массовой добычи угля и нефти, и объёмы всё растут. Теперь сверху спустили двухлетний план, та ещё задачка. Нам нужно больше энергии, чтобы повысить производство. И не хватает только мощной турбины для гидроэлектростанции. Задание 1. Двухлетний план. Так. Отлично. Давайте я сейчас для начала сохранюсь. Первое моё сохранение. Окей. Вы будете отвечать за модернизацию турбины. Это ваша задача номер один. Ясно? Так. Система новостей. Ясно. Мистер Стринберг просит вас построить турбины. Кстати, Global Trust послала вам гостиниц. Контейнеры уже в пути. Подберите их поскорее. Так. Плагман готов к выходу. Навигационные системы включены. Насколько я понимаю, нам нужно отправить наш кораблик на склад. Идёт сканирование острова. Загружаю информацию по плодородию и залежам сырья. Так. Идёт сканирование. Окей. Квота — это главное. Так. Наконец-то. Теперь мы можем двигаться дальше? Интересуется, примите ли вы... Да, мы примем. Чудно. На юго-западе есть мелкий островок. Отправляйтесь туда и построите себе базу. Окей. На этом мелком островке будет наша первая база располагаться. Да? Что у нас здесь есть? У нас здесь есть чай, есть овощи и... Вот это интересная штука. Я такое не помню. Ну да ладно. В целом, меня устраивает. Выбора особо нет, но ладно. Так. И строим это у нас... Что мы строим? Склад строим. Склад у нас располагается у воды. Так, давайте мы его где-нибудь построим. Посмотрим, как тут. Ну, я не знаю, где-нибудь. Прямо так вот по центру. Идеально. Я рад, что он оценил. Так, давайте посмотрим, что на наш ковчег. Доступна информация по основанию поселения. Загрузка плана местности базы. Так, хорошо. Советуют нам построить центр города и 8 бараков рабочих. Хорошо. Все системы подключены. Сейчас. Заказать строительный мод. И заказать инструменты мы можем. Отлично. То есть, если у нас закончатся вдруг инструменты, до того, как мы их начнем производить в достаточном количестве, мы сможем всегда заказать инструменты в ковчеге. Так, хорошо. Давайте начнем тогда строительство. Это у нас центр города. Я просто почему начал в компанию играть? Потому что, на самом деле, я уже очень многого не помню в этой игре. И мне кажется, что надо бы... А, его развернуть никак? Никак нельзя. Надо бы вспомнить немножечко. Ну, и хотелось бы тоже пройти компанию. Так. Ну вот, где-то вот так вот мы построим. Давайте мы окружим склад дорогой. Не склад, а центр нашего города дорогой. И построим теперь какое-то количество домиков. Вокруг центра города. Вот, 8 штук. Нам как раз и нужно было сделать. Недостаточно строиматериалов. Логистика. Сбор товаров. У нас, да, есть... Журнал. Материалы. Мировая статистика. Нам неинтересно. Почта. Даже почта есть. Прикольно. Так. Оптимизация грузоперевозок. Чем больше предприятие обслуживает одно торговое здание, тем больше времени уходит на доставку товаров с каждого завода. Исследования показывают, что следующие методы позволяют избежать задержек в поставках товара. Улучшайте торговое строение. Увеличит количество единиц, доступных для грузоперевозок. Создавайте дополнительные торговые строения. Рекомендуется для промышленных зон с большим количеством предприятий. Торговые строения это вот этот вот склад и, собственно, другие склады. Склады, где они? Пока у меня все закрыто. Здесь потом откроется довольно много разнообразных зданий. И здания у нас еще вот так вот разделены по категориям. Допустим, вот это вот у меня добыча базальта. И сразу плавильная печь у нас как бы, да, вот под одной иконкой. Так, давайте мы построим. Базальт мы можем добывать где угодно, насколько я понимаю. Тут без разницы. Давайте куда-нибудь вот сюда поставим одну. Как у меня там с инструментами дела. Пока что, пока что одну добычу базальта мы организуем. И завод один. Так, хорошо. Базальт добывается потихонечку. Насколько я понимаю, залежи истощаются тоже. Всего лишь 10 тысяч базальта у меня. Так, и надо, наверное, дорогой все это дело как-то соединить. Дорога на клавише R. Это я R говорю. R? R? Нет, не R. А, у меня, может, русский язык включен? Или что? Странно. А, S. S. Не R, а S. Странно, да. Так, давайте мы сейчас соединим дорогой вот это безобразие. Сразу появилась у нас машинка, которая погнала забирать ресурсы. Внимание! Угроза нехватки еды. Требуются экстренные меры. Хорошо. Давайте возьмем. Это, как я понимаю, нам она задание предлагает. Так, рыбзавод. Увеличение спроса. Бла-бла-бла. Нужно построить один рыбзавод. Хорошо, поехали. Где-нибудь... Давайте вот так вот поставим. Поставка еды обеспечена. Проблема решена. Отлично. Надеюсь, я не переоцениваю вас, поручая это задание. Так, пригнал вашу гавань корабля. Интересуется, не хотите ли вы принять груз запчасти... Запчасти турбины. Теперь понятно, что с турбиной не так. Починим, как только уладим другие дела. Хорошо. Выделите место строительства турбины, чтобы подробнее узнать о текущих проблемах. Этой плотине нужен срочный ремонт и профилактика. Но у мистера Стринберга другой взгляд на вещи. Минус 10 экологические затраты. А, вот. Мне бы давно уже начало работу, но для запуска станции, очевидно, не хватает энергии. Так, хорошо. Значит, нужно построить сейчас будет ветряные турбины. Мало. Рекомендуется... Дефицит энергии. Оценка поставок энергии. Заключение. Так. Мало. Уголь. Рекомендуется принять меры. Хорошо. Угольная электростанция. Правильно. Если бы мы играли за экологов, у нас тогда бы были ветряные турбины. А так как мы играем не за экологов, мы будем добывать уголь. Так. Где бы нам добычу угля организовать? Давайте куда-нибудь подальше от города ее отведем. Тут у нас, как я понимаю, нету, да, зон, где у нас есть уголь, где больше угля, где меньше у нас. Есть уголь и есть уголь. Хорошо. Так. И дорогу проведем сейчас. Здесь вот очень удобно. Так. Уровень энергии стабилизирован. Оптимизация прошла успешно. Наверное, вот так вот как-то сделаем. Поздравляю. Так. Давайте посмотрим. Получено срочное сообщение. Инженер Петерсон. Анализ рисков при использовании оптимизированной турбины. Так. Прочитайте письмо, которое вам только что прислали. Этой плотине нужен срочный ремонт и профилактика. Но у мистера Стринберга другой взгляд на вещи. Так. Нет уверенности в устойчивости конструкции. Отправитель письма обнаружен. Адрес. Гидро-электро-станция. Рекомендуется связаться. Может что-то... Так-так-так... Вы получили послание. Если установить новую турбину без испытаний, может случиться катастрофа. Я бессилен. Но к вам, мистер Стринберг, может прислушаться. Окей. Ваш флагман должен добраться до склада, где находится Стринберг. Ну вот, это не наш флагман. Вот наш флагман. Это мы. Вот склад. Давайте отправимся, посмотрим... Предложим Тору... Тор Стринберг, чтобы... Мы провели испытания. Они запускали просто так, с лету турбину. 29 энергии мы вырабатываем. Опять этот Петерсон. Везде-то ему чудится опасность. Запуск новой турбины вопрос решённый. Так что отвезите эти материалы на стройплощадку. Так. Окей. Погрузите сталь на сквозь склад, чтобы её можно было... Угу. У нас есть немного стали. Объект для заданий. И теперь нам нужно её вернуть на склад. Дорогу сюда нам проводить не надо. Вот эти летающие роботы сами доставят всё, что нужно. Мне вообще нравится то, что игра у нас в будущем действия, да, происходит. И довольно много интересных... Передаю информацию по торговым отношениям с другими лицами. Так, как мы тут сделаем? Вот так вот, наверное, и сделаем. Довольно много интересных штук. Таких фантастических из будущего в игре есть. Да, как вот летающие, допустим, разнообразные эти грузовые транспорты. Сейчас у меня их почему-то... Вот, вот, летающие. Да. Ну, вообще много всего интересного. Да и стилистика мне очень нравится такая футуристичная. Так, давайте посмотрим, что у нас дальше. Что у нас есть? Оптимизированная турбина. Мы, да, произвели... А, теперь нам нужно её доставить на... Мы погрузили... О, Сталь! Ну, хоть так работает. Однако дело пока движется медленно. Сами взгляните. Почти всё готово. На мистер Стринберг продолжает на нас давить. Нужны ещё рабочие, иначе мы не уложимся в его сроки. Хорошо. Соответственно, насколько я понимаю... Подсчитываю оптимальное количество рабочих для постройки турбины. Вычисляю необходимую жилплощадь. Подсчёт завершён. Так. Блин, промазал. Промазал. Сейчас уберём. Так, итого, что мне нужно сделать? 15 бараков рабочих. Окей. Новый остров открыт, кстати. Мы можем пока... У меня логистика рассчитана до секунды. Но любая лишняя задержка поставит двухлетний план под угрозу. Немного дальше карту. Так, хорошо. Логистика до секунды у него рассчитана. Давайте построим... Построим теперь больше бараков рабочих. Зафиксирован прогресс. Мои поздравления. Так, почему он не плывёт? Плыви туда куда-нибудь. Вы точно следовали моим инструкциям? Так, с нетерпением спрашивают, готовы ли вы доставить ему груз... Блин, я только отправил кораблик свой. Хватит ныть, Петерсон. Подождут ваши испытания. Как только установят турбину, станция должна заработать на полную мощность. На полную мощность? Без тестов? Это же безумие! Конструкция плотины не выдержит нагрузки! Чёрт, отказала амортизация! Опоры рушатся! Бежим отсюда! Все наружу! Вот такие пироги пошли. Петерсон, что ты наделал, болван? Ты, только ты, лично ответишь за всё перед корпорацией. Нажмите П, чтобы продул... А, всё, я понял. Так, очки карьеры. Нам дали 50 очков за Global Trust. Мы прошли первую миссию. Это... Не знаю, что это. Медаль какая-то, наверное. Статистика, тут ничего интересного нет. Давайте вернёмся теперь к обзору заданий. Да, у нас открылось второе теперь задание. Но я сейчас для начала хотел бы посмотреть, что у нас... Ага, тут пока ничего у нас не добавилось. Я рассказал о вас в правлении. Это произвело впечатление. Наемные рабочие. Дальнейшее повышение откроет вам доступ к следующему. Цвет игрока серый. Цвет неинтересно. Администратор. Увеличивает ваш голос 10 раз при голосовании в Сенате. Применимо только к голосованию данной фракции. То есть, если я буду голосовать за Руфуса, то... Мой голос будет в 10 раз сильнее. Так, ну хорошо. В принципе, мы прошли пока что первую миссию. Она такая... Первая, как я понимаю, первая глава у нас будет такая обучающая. Мы будем потихонечку изучать игру. В этой первой миссии мы учились самым базовым основам строительства. Ну и дальше будет все больше и больше открываться у нас зданий. Все будут более сложные задания. Единственное, что я надеюсь, что миссии на время. Я очень не люблю миссии на время. Но в любом случае, ребят, если вам интересно данное прохождение, не забывайте ставить лайки, оставлять ваши комментарии. И я думаю, мы пройдем данную кампанию рано или поздно. А так, пока что я с вами прощаюсь. Всем спасибо за просмотр. Всем пока и увидимся в следующей серии.